Здравствуйте! Это программа «Неделя города». О главных новостях пятницы и уходящей неделе вам расскажут мои коллеги. И я, Валерий Седов. Поддержать ректора РГУ пришли многие студенты и преподаватели. Новые подробности дела. Говорит Рязань, горожан пригласили написать книгу о родном городе. Помогут каждому в Федеральной налоговой службе России. Рязанской области прошел день открытых дверей. Помнит сердце, не забудет никогда. Стартовал большой творческий конкурс, посвященный 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Выпускники РГУ объявили сбор подписей в поддержку ректора Андрея Минаева. Задержанного в рамках уголовного дела о превышении полномочий и мошенничестве. Документ создан, чтобы попросить суд не заключать его под стражу. Новые подробности дела в сюжете Дина Исляевой. Это, пожалуй, первый случай в Советском суде, когда подозреваемого в тяжких преступлениях проводили в зал под аплодисменты. На заседании по делу ректора Рязанского государственного университета Андрея Минаева подозреваемого в мошенничестве и превышении полномочий привели студентов и преподавателей. Я, конечно, здесь прежде всего, чтобы по-человечески, морально поддержать присутствием просто своим. Присутствовать на заседании смогла не вся группа поддержки. В зал вошли 16 человек, столько предусмотрено мест и все представители прессы. Следователь предложил выбрать меру пресечения для подозреваемого в виде заключения под стражу. Это обусловлено тяжестью преступлений, в которых подозревают Минаева. Они тяжкие, а во-вторых, связаны с бюджетными делами, с коррупционной направленностью, поэтому, в принципе, с тяжестью, да, совершенно пресечения. При этом занимаемая должность определенная, в связи с тем, что свидетели по уголовному делу являются фактически все подчиненные, поэтому в виду изоляцию и избирается такая мера пресечения. Прокурор предложил выслушать защиту, чтобы потом высказать свою точку зрения. Защита настаивала на домашнем аресте. Считаю нецелесообразно здесь избирать меру пресечения в виде заключения под стражу. Это чрезмерно строгая будет в данном случае мера, потому что те основания, которые указаны следствием, во-первых, у нас подозрения все-таки, на мой взгляд, носят больше не конкретный, местами надуманный характер. Откровенно говоря, дело не готово. То есть у нас возникает масса вопросов. И при этом наш подзащитный готов давать показания, готов прояснять эту ситуацию, потому что это в первую очередь в его интересах, чтобы его доброе имя, собственно, было сохранено. Заседание продолжили после перерыва. Я полагала, возможно, удовлетворить податство следователя об избрании меры пресечения Минаева Андрея Ивановича в виде заключения под стражу на один месяц 30 суток, то есть всего до 31 мая 2019 года включительно. Как установлено в ходе предыдущего настоящего судебного заседания, Минаев привлекает к уголовной ответственности за совершение умышленного тяжкого преступления, за наказание за контроль предусмотрено вплоть до лишения им свободы до 10 лет, а также штрафом в размере 1 миллиона рублей. Андрея Минаева арестовали в зале суда. Он пробудет в СИЗО до 31 мая. Дина Ислева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». До 1 мая необходимо подать налоговую декларацию о доходах. Чтобы рязанцам это было проще сделать, в Федеральной налоговой службе города проводятся дни открытых дверей. Кому необходимо подавать документы и в какие отделения обратиться, расскажем в следующем материале. 4 и 5 апреля в Федеральной налоговой службе России по Рязанской области прошла информационная акция под названием «Декларационная компания». Как говорят специалисты, с заполнением налоговой декларации формы 3 НДФЛ возникают определенные трудности. Со всем этим помогут справиться сотрудники ведомства. Стоит отдельно упомянуть тех, кому необходимо такую декларацию о доходах сдать. Первая основная категория – это те, кто в прошлом году продавал имущество автомобилей, либо недвижимое имущество, бывшие у них собственности на момент продажи 3 или 5 лет, в зависимости от ситуации. Кроме того, это те счастливчики, которые выиграли в лотерею какие-либо призы и так далее. Те, кто получил в дар имущество от лиц, не являющихся близкими родственниками. Кроме того, кто продавал акции в уставном капитале организации. Налоговую декларацию нужно сдать до 1 мая в налоговую инспекцию по месту жительства. Опоздание влечет за собой штраф. За неисполнение этой нормы закона предусмотрены штрафные санкции. И тех опоздавших, которые представят декларацию позже, 30 апреля, уже, к сожалению, ждет штраф. В размере 5% от суммы налога, который подлежит поплате по декларации, поданной по форме 3 НДФЛ. Но в любом случае эта сумма будет не менее 1 тысячи рублей. Поэтому стоит обезопаситься, поторопиться, заполнить декларацию и в срок подставить ее в налоговую инспекцию. Всероссийская акция «Дни открытых дверей для налогоплательщиков физических лиц» проходит дважды в апреле. Повторится она 25 и 26 числа. В эти дни можно обратиться в центральные офисы налоговых инспекций, которые будут работать до 8 часов вечера. Или в территориальные участки, которые будут работать до 6 часов вечера. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Рязанцев приглашают вместе написать книгу о родном городе. Она получит название «Говорит Рязань». Это продолжение проекта фотографа Светланы Крючковой. Она уже выпустила календарь с изображением старых домов города. А теперь дополнит снимки историями реальных людей. Город в деталях через призму фотографий старинных домов и личных переживаний людей. Такое видит историю авторы книги «Говорит Рязань». Официальная точка отсчета проекта стала октябрь 2013 года. Тогда Светлана фотографировала свой первый дом, который положил начало большой коллекции. Теперь их более 450. В 2015 году девушка провела две выставки своих работ. Мы ее готовили как такую очень скромную, очень небольшую, да, человек, у которого нет какого-то звучного имени, нет известности в городе. Ну вот и сделаем, и проведем. Выставка этих фотографий прошла и осталась в памяти читателей и в памяти сотрудников библиотеки. Потому что она действительно тронула за душу, глубоко заинтересовала и оставила очень хороший след. К Новому году Светлана выпустила календарь «Дома Рязани». Новая книга – это логическое продолжение проекта. В нее войдут не только красочные фотографии, но и истории простых людей. Фотограф отмечает, что хочет наполнить ее воспоминаниями об уходящей эпохе, символом которой стали исчезающие деревянные рязанские дома. В итоговом варианте будет около 50 историй жителей. Как они поселились в этих домах, как они там жили. То есть это, скорее всего, будут истории либо самого взрослого поколения, которые там живут, либо истории, рассказанные им бабушками и прабабушками. То есть истории, наверное, все-таки отсылающие нас немного вглубь, времен, где-то в середину 20 века, может быть, даже чуть раньше. Сейчас авторы в творческом поиске. Они приглашают всех рязанцев поделиться историями своих семей. Записывать их уже помогают студенты-социологи. Они выбрали несколько интересных домов и в течение месяца навещали их жителей. Получилась настоящая научно-исследовательская работа. Дома уже нет, например, на Затинное. Вот здесь, там уже построен большой дом. Но выясняются такие события. Например, нам жительница, она там жила в трех поколений. Она рассказывает, что она уже сейчас взрослая, говорит, я помню наш двор. Мы здесь играли, выкапывали мелочи, которые, то есть старинные денежки, денежками эти мы играли. В этом дворе у нас здесь и картошку мы сажали, и здесь же у нас выдры водились. И вот нам потом показывали, как были сады, весливовые, яблони, как они собирались пили самовар. Уже сейчас можно сказать, что книга станет живым памятником уникальной рязанской архитектуре. Ведь многих домов уже нет. Другие сильно изменились и разрушаются все больше с каждым годом. Выпустить книгу авторы планируют до конца года. Правда, отмечают, что это оптимистичный прогноз. Параллельные истории и фотографии будут выкладываться на сайте проекта 365-домов-рязани.рф. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 4 апреля по Рязанской области произошло более 30 пожаров из-за загорания травы. Причина в большинстве случаев, как сообщают в региональном МЧС, это поджог. 4 апреля в новостной группе в социальной сети ВКонтакте появились фотографии с места происшествия. По информации пользователей, горела сухая трава. В комментариях написали, что пожарная машина ездит в Дашковой песочне каждые 15-20 минут. В пресс-службе главного управления МЧС России по Рязанской области прокомментировали возгорание. По информации ведомства, горела сухая трава. На место выезжал один пожарный расчет. Причины возгорания уточняются. В ведомстве также отметили, что за сутки в Дашковой песочне произошло еще три возгорания. На улицах Зубковой, Новоселов и за гипермаркетом Зельгроз. Кражи денег с электронных карт, вирусы, работающие системами онлайн-банкинга, программы-вымогатели, скимминг. Уловок кибермошенников становится все больше. От их действий страдают и крупные компании. Здесь урон огромный. Потому что под прицелом базы данных и информация о клиентах. НПО «Резур» – одно из крупных предприятий Рязанской области, которое уже 22 года работает в сфере производства высокотехнологичного взрывозащищенного оборудования, систем обогрева, контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации. Сегодня «Резур» – это более 300 сотрудников, 5000 квадратных метров складских помещений и 25 тысяч квадратных метров производственных площадей. Компания предоставляет рабочие места для жителей Рязани и области, увеличивает налогооблагаемую базу и стабильно пополняет бюджет региона. Наше предприятие стремительно развивается. Есть много наработок в области проектирования и производства оборудования, его реализации, много партнеров, с которыми налажено долгосрочное сотрудничество. В связи с этим, конечно, возрастает огромный интерес к нашей компании со стороны третьих лиц. Они преследовали цель завладеть конфиденциальной информацией. Но на предприятии организована системная работа по обеспечению режима коммерческой тайны. В ходе проведенной работы был установлен факт неправомерного доступа к информационным ресурсам нашего предприятия. Была скопирована информация, которая представляет коммерческую тайну предприятия. Мы предполагаем, что это был заказ, и к нему причастны коммерческие предприятия, наши конкуренты и криминальные структуры из других регионов, в том числе из города Нижнего Новгорода. Неудивительно, что успех НПО «Резур» привлекает злоумышленников, занимающихся хищением информации для фирм-конкурентов. Ведь «Резур» эффективно сотрудничает с крупнейшими зарубежными и российскими партнерами, такими как «Газпром», «Роснефть», «Лукоил», «Таиф», «Уралхим», «Фасагра». А продукции компании имеют широкую область применения в химической, металлургической, электроэнергетической, нефтегазовой и других отраслях промышленности. Конечно, сведения об экономической и производственной деятельности такого предприятия представляют особую ценность. Их и попытался выведать правонарушитель через руководителя одного из структурных подразделений НПО «Резур». Он мне тоже звонил, хотел узнать конкретную информацию, интересовался, какое оборудование было закуплено, по какой цене, у каких поставщиков, что будет производиться с его помощью, в каком объеме, для каких целей. Хотел составить полную картину о работе предприятия, о его объемах, о ходе работы вообще. Такие вопросы вызвали у меня подозрения, информацию предоставить я отказалась. Соответственно, сразу позвонила руководителю. Не получив интересующую информацию, злоумышленник решил налаживать контакт с другими сотрудниками. Этот человек звонил мне зимой, перед Новым годом, что меня, в принципе, удивило. Мы виделись с ним всего несколько раз. Вопросы в целом касались нашей организации, нашей работы, наших контрагентов, одного из направлений нашей деятельности. В дальнейшем поступило предложение работать вместе с ним. Сразу были выводы, что этот звонок был с целью получения информации, как на краткосрочной, так и на долгосрочной основе. На что он получил отказ, впоследствии о данном случае я сообщил нашему руководству. Человек неоднократно звонил, предлагал сотрудничество, предлагал предоставить информацию о наших клиентах. Я знал, что данное предложение это незаконное, и работы в данной компании я отказался сотрудничать. После звонки прекратились. По факту произошедшего отделом МВД России по советскому району города Рязани возбуждено уголовное дело по 272 статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Неправомерный доступ к компьютерной информации, как сообщили в пресс-службе ведомства, на данный момент ведется расследование. Стартовал большой творческий конкурс, посвященный 74-й годовщине победы Великой Отечественной войне. Он называется «Помнит сердце, не забудет никогда». Дети и молодежь рассказывают стихи о войне, поют, рисуют и снимают видеоролики. В этом году конкурс проходит впервые. Его организатором стала загородная школа номер 360. Трогательную песню про маленького трубача воспитанники загородной школы номер 360 готовят для участия в конкурсе. В ней пять куплетов, в каждом из которых есть свои вокальные сложности. Однако главное – это прочувствовать текст, ведь песня повествует о настоящем подвиге. Трубач на своей команде не сдаваться, чтобы они победили. И он начал трубить, и они все победили. И он стал настоящим трубачом. Занятия в хоре стартовали 1 сентября. Их ведет Илла Хрусталева – джазовая певица, композитор, педагог по вокалу, аранжировщик и концертмейстер. Участница четвертого сезона шоу «Голос» на Первом канале и руководитель коллектива «Мама джаз». Ее занятие – это не просто вокальные упражнения, но и развитие эрудиции. Голос, он потом просыпается вместе с личностью человека. И это происходит, ну, процентов, наверное, в 70 случаев. И у многих деток можно это пробудить. И пробудить это именно через человеческий интерес, через дружелюбие, через какие-то интересные факты и события. Жесткого отбора нет. В хоре поют все желающие. Это маленькие ученики загородной школы номер 360 с 1 по 3 класс. Песни для участия в творческом конкурсе «Помнит сердце, не забудет никогда», который посвящен 74-й годовщине Великой Отечественной войны, выбирали всем коллективам. Мы каждый раз повторяем, повторяем, и потом в один день мы все запоминаем и поем. Нравится только сложно одно слово говорить. Какое? Конкурс «Помнит сердце, не забудет никогда» проходит впервые. Его организатором стала загородная школа полного дня номер 360. В нем пять номинаций. Это стихи о войне, рисунки, мультимедийное творчество, свободная и вокальная номинации. Последняя не так проста, как кажется. Нужно не просто спеть, а сделать выступление с эпиграфом. Это надо не просто спеть, а надо сделать маленькую литературно-музыкальную композицию. И это надо прочувствовать, потому что без души тут уже никак. Тут уже будет не самоутверждение, как я пою о войне. Нет, это скорее будет, как я пою о войне. На следующей неделе начнутся отборочные туры. Выступление участников конкурса будет отсматривать компетентное жюри. А уже 21 апреля в 10 часов утра рязанцев приглашают на большой галоконцерт с лучшими номерами. Он состоится во Дворце молодежи. Вход свободный. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». К новостям недели. Поваленные и спиленные деревья заметили рязанцы в дубовой роще, которая расположена между селами Заокска и Коростова. Напомним, что в прошлом году роща стала памятником природы. Решением губернатора местность получила статус особо охраняемой территории регионального значения. Вековые дубы переломаны пополам. Такую ситуацию может наблюдать любой житель Рязани и области, который решит отдохнуть в дубовой роще. Прямо у дороги можно заметить кладбище дубовых деревьев. Дубы, которые в обхвате составляют несколько метров, просто сломаны. Очевидцев поразило сразу несколько вещей. Деревья были с лесной. Понятно, что это произошло... То есть, обвал деревьев произошел не зимой, когда, скажем так, вся листва опала. А, скорее всего, либо конец осени, поздней осени, либо как-то так. Олег расспросил местных жителей, и все теории свелись к одному. Скорее всего, деревья упали из-за непогоды. Поразило, наверное, даже еще не то, что все деревья были повалены, да, вот эти вот. А поразило то, что уже некоторые деревья начали опиливать. Опиливать, то есть свежий опил деревьев. То есть, либо на дрова, либо еще что-то. Наталья Михайлова, заместитель директора Заоковской средней школы о защите дубовой рощи, родила давно. Говорит, по легенде, здесь есть дубы, возраст которых достигает и 200, и 300 лет. В действительности легенду почти подтвердили. На поваленном дереве насчитали 137 колец. К сожалению, отдыхающие за собой и много оставляют таких негативных моментов. В дубах, не скажу, что во многих, но встречаются выжженные дупла, вырубаются частично они. Ну и вот как бы поэтому мы с такой просьбой обратились. И губернатор идею это поддержал. В осень этого года нашей Дубраве предан статус памятник природы. Ни глава Заоковского сельского поселения, ни организаторы проекта предания дубовой рощи статуса памятника природы о поваленных деревьях не знают. Для них это стало сюрпризом, правда печальным. Первый вопрос, который они задавали, услышав о поваленных деревьях, был, а вы не путаете дубовую рощу с сосновой? На сосновую как раз рощу обрушился сильный ветер, и большое количество деревьев было повалено. Разобрать это силами местных жителей не предоставляется возможным, школьники тоже. Я знаю, что Нина Ивановна Судачкова, глава нашей администрации, обращалась в Солочинское лесничество, но пока внешне этот лес не сильно изменился. Дубовая роща принадлежит Солочинскому лесничеству. В ведомстве заявили, что о поваленных деревьях они не знают, но в ситуации разберутся. У нас там, да, проходило летом 2018 года, там какой-то, наверное, ураган был, да, деревья были повалены. О том, кто производит опиловку, это, конечно, неизвестно. Но деревья будут убежаться силами, наверное, волонтеров. Местные жители рассказали, что в селе Коростово поваленные сосны не убирают уже больше полугода. Говорят, что сотрудники лесничества постоянно твердят, что уберем. Остается вопрос, превратится ли прекрасное место для отдыха дубовая роща во второй сосновый лес, деревья в котором так и не убраны после урагана. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Сезон аллергии начался раньше срока. Виновата раннее цветение. Однако это не единственный фактор, который влияет на самочувствие рязанцев. В воздухе вновь оказался песок и пыль, оставшиеся после зимнего сезона. Чем мы дышим, выясняла Галина Кудряшова. Сезон обострения аллергических заболеваний стартовал. Он связан с началом цветения растений и деревьев. В этом году процесс начался раньше обычного, из-за теплой погоды. В зоне риска оказались и взрослые, и дети. У кого есть отягощенная наследственность по аллергии, и, соответственно, есть проявления аллергических заболеваний, таких как атопический драматит, аллергический ренит и, конечно же, бронхиоленаста. Нам некомфортно, страдаем аллергией, цветением, на пыль, на все. С таблетками, конечно, стараемся. А что делать? Каждый сезон так. Сами видите, после зимы везде грязь, все. Мы надеемся на городские службы, что все нам поправят, сделают. А сейчас швит ветер, все, вот эта пыль, все поднимается. Чистый воздух – один из залогов здоровья человека. Однако в нем содержатся разные примеси. Одна из них – живые организмы. Их можно встретить в каждом доме. Пыль дома, она содержит в себе клещей. Вот именно эти клещи являются тем аллергеном, который вызывает обострение заболевания. И эти клещи живут и в коврах, в подушках, в одеялах. То есть везде эти клещи могут быть. Однако аллергены – не единственная проблема. После зимнего сезона, когда дорогу посыпали песком, осталось огромное количество пыли. Мы проехали по Касимовскому и Окскому шоссе, улицам Быстрецкой и Высоковольтной. И везде встретили одну и ту же картину. Клубы песка и пыли поднимаются в воздух, заполняя легкие прохожих. Особенно, когда ветер. Пыли много. Ну и, наверное, за счет того машины по обочинам не убирают и не могут машины почистить все. Так что некомфортно. И ветер несет такие клубы сильные. Да, замечено. Ну так, по-моему, всегда бывает после зимы. Идешь и дышишь пылью этой. Ну никак, как закрываемся. Глаза закрываем. Пытаемся не дышать в это время. Еще в феврале региональный гидрометцентр зафиксировал превышение числа взвешенных веществ в воздухе почти в полтора раза. Это пыль, зола, сажа, сульфаты, нитраты и другие твердые частицы. Они образуются в том числе при горении топлива. Параллельно началась весенняя уборка улиц. Правда, движется она медленно, ведь за зиму на улице города высыпали около 23 тысяч кубов песко-соляной смеси. Задействованы две смены. Это получается у нас три экипажа в день, шесть экипажей в ночь. Людей где-то порядка 40 человек. Соответственно, трактора, самосвалы, все. Улицу проходит экипаж, как вы сейчас видите. Вот, потом на эту улицу встает подметально-уборочная техника. И она подметается до зимнего сезона. При этом вывезти планируют значительно больше – порядка 30 тысяч кубов. Это не только остатки песко-соляной смеси, но и пыль состроек, грязь от колес автомобилей, мусор от перевозки сыпучих грузов. Весь этот мусор отправится на полигон в Хамбушево. Стоит отметить, что в конце сезона дороги обрабатывались новым составом – солью со смачиванием. От песко-соляной смеси мы все равно полностью не уйдем. Но уже как бы рассчитываем использовать ее меньше. Хотим, ну, у половины, скажем так, использование. То есть центр города, центральная улица, магистрали обрабатывают уже не песко-соляной смеси. В принципе, все то же самое. Там единственное только, что у нас расход меньше намного новых материалов. Если у нас с вами средний расход песко-соляной смеси идет где-то порядка 180 грамм на квадратный метр, то новые материалы применяемые, это получается где-то в районе от 20 до 50 грамм на квадратный метр. Новый состав не требует уборки, но стоит где-то в 10 раз дороже. А тем временем для привлечения внимания к проблеме загрязнения воздуха Greenpeace создал новый проект. Они разработали карту SOS воздух, на которой можно узнать, где находятся источники загрязнения, а также оставить жалобу на качество воздуха в конкретном районе. Greenpeace отправит обращение в Роспотребнадзор с требованием провести проверку. Рязанцы уже оставили несколько заявок. Большая часть из них из Дашково-Песочни. Напомним, что ранее Greenpeace публиковал рейтинг регионов по качеству воздуха. Рязанская область оказалась в последних строчках списка. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». За прошедшую неделю в Рязани и области взрывотехники ОМОН нашли два взрывных устройства. Выезжать специалисты обязаны на каждый выезд, вне зависимости от того, боевой предмет или всего лишь макет. О работе взрывотехников расскажем далее. В небольшом мешочке имитатор взрывного устройства. Его закладывают за бампер автомобиля. Будь это боевая ситуация, то в скором времени белый УАЗик должен взорваться. В дело вступает кинолог с собакой. Задача – обнаружить взрывное устройство. Когда собака обнаруживает взрывное устройство, она принимает сигнальную позу. Таких существует несколько. Собака может сесть, замереть или лечь. Мухтар садится. На этом тренировка кинологической службы заканчивается. Они занимаются только обнаружением подозрительных предметов. Остальное – дело группы разминирования. Хоть это только тренировка, обычно так и проходят. Рудовые будут не сотрудников. На минувшей неделе инженерно-техническая группа ОМОН дважды выезжала в районы для обследования боеприпасов. 3 апреля в Рыбновском районе на улице обнаружили боевую гранату F-1. Куда-то перевезти ее не представлялось возможным из-за угрозы взрыва. Гранату уничтожили на месте. В тот же день в Бутятинском районе обнаружили предмет, который внешне походил на боеприпасы. Специалисты ОМОН провели осмотр предметов. По заключению взрывотехников, боеприпасы, среди которых есть образцы немецких мин времен Великой Отечественной войны, не содержат взрывчатых веществ, детонаторов, а значит не представляют угрозу для жизни. По данному факту полиция проводит проверку. На выезды обычно едут как кинолог с собакой, так и саперы. Если сказать коротко, основными задачами инженерно-технического отделения является поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов. Для этого в нашем арсенале есть достаточно технических средств для выполнения поставленных задач. Помощь специалистам-взрывотехникам ОМОНа пелена сокол и кондор. Это название специальной техники, которая помогает при обнаружении взрывных устройств. Данный прибор называется коршун. Он является нелинейным локатором. На местности он определяет электрические схемы, которые могут входить в состав самодельных взрывных устройств. Оперативник выставляет такой перед собой и может определить, где именно расположено взрывное устройство. Здесь же есть и щуп, который называется поиск 2У. С помощью него можно осматривать днище машин и другие труднодоступные места. Другой прибор, не менее интересный, носит название ЛТ-тестер. Если приложить его к стеклянной или пластиковой емкости, то можно определить, легковоспламеняющая жидкость внутри или нет. Есть на вооружении взрывотехников и эндоскоп. Работает он так же, как и медицинский аналог. Тонкий шнур, на конце которого объектив. Когда взрывотехник обнаруживает взрывное устройство, то порой первым делом в ход идет аппарат под названием «Пелена-12М». Это блокиратор радиоэлектронных волн. Вокруг взрывного устройства создается купол радиусом 20 метров. После этого можно начинать работу по обезвреживанию. С помощью таких нехитрых устройств специалисты и работают. Без специальной техники нельзя. Все, с чем имеют дело взрывотехники, опасно для жизни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пациентов в травмпункте областной детской клинической больницы за последние дни увеличилось в два раза. За день некоторые специалисты принимают до 70 пациентов. Характер полученных травм не изменился. Это также ушибы, переломы, увеличилось количество ссадин. Возрастная категория детей, которые поступают к нам, это от 9 до 15 лет увеличилось их количество. Травмы по тяжести и состоянию также ухудшились. То есть очень много сейчас идет переломов со смещением, что в последующем необходимо госпитализировать. Алена привела в травмпункт свою семилетнюю дочь Машу. Она играла на дне рождения, ударилась ногой. Сначала боль не почувствовала, последствия появились через два дня. Носились, игрались, ничего не сказала. А на следующий день пальчик распух, вот болит теперь. Пришли смотреть, что будет. Маша в школе практически не вставала из-за парты. С трудом дошла до столовой, чтобы позавтракать. Сейчас практически не может ходить. Ну, каточку могу только. А так больно? Травмы, ушибы, ссадины, переломы. Если халатно относиться к здоровью, то поездкой в травмпункт может закончиться любая тренировка. Врачи напоминают родителям, дети должны знать о правилах безопасности и надевать защиту. Очень важно уделить защите детей. То есть при катании на роликах, скейтбордах обязательно необходимо купить детям защиту. Потому что это сильно снижает риск получения очень серьезных травм. Кроме того, нужно помнить, что лечение травм в процедуру длительное. И врачам, чтобы процесс шел быстрее, часто приходится госпитализировать маленьких пациентов. Дина Исляева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Это были самые интересные новости уходящей недели. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Субтитры создавал DimaTorzok